Привет, друзья, с вами Юритик Такмир. Сегодня мы с вами открываем коробку с часами от Citizen. Это смарт-часы, которые я давно ждал. Интересно было, как они выглядят за счет своего необычного сапфирового стекла. Сразу смотрите, оно вот такой вот причудливой формы. Итак, давайте по порядку. Моделька называется BZ102022L 75000 японских йен, что примерно 33000 российских рублей или около 550 долларов американских. Каучуковый ремень, стальной корпус, застежка тоже стальная. Смотрите, вот такого плана, удобная. Соответственно, вы можете переставлять застежку для ее регулирования, для регулирования размера и посадки правильной на свою руку. Здесь все Citizen предусмотрел. Очень информативная задняя крышка, я вам сразу покажу, и не будем к ней возвращаться. Куча всего. Моделька Bluetooth, поэтому здесь разные стандарты, разные сертификаты, все это дело здесь написано. Основное, что хочу вам показать, это дизайн часов. Он действительно необычен, интересен и, по моему мнению, красив. Здесь стоит калибр W770 с Bluetooth. Это смарт-часы от Citizen. Обзор мы уже делали этого калибра, вы можете подробнее на нашем канале посмотреть. Как все работает, там показывается, рассказывается, по-моему, вполне интересная вещь. Вкратце, если они умеют поведомлять о звонках, о приходе смс-ок, о приходе электронной почты, сообщения из вайбера, скайпа, ватсапа и других полезных тоже программ в том числе. Корпус здесь стальной, стекло сапсировая еще раз. Смотрите, ближе я вам его покажу. Оно необычной формы и на руке, вообще вживую оно смотрится очень интересно. На самом деле эффект такой прикольный, на самом деле даже сложно описать. Мне очень понравилось, вживую реально лучше. На картинке может показаться, что какой-то маленький, что ли, циферблат. Нет, вживую просто супер. Корпус стальной, практически очень мало глянца, вот в основном на торцах. И что мне понравилось? Безель, он стальной и полированный в матовую такую вот, соответственно, полировку. Почему мне это понравилось? Потому что не секрет, что безель является, наверное, самым уязвимым местом, и он всегда тупо царапается, причем непонятно, где ты его поцарапал. А когда безель матовый, то царапины на нем видны не будут. Да и царапаться он будет тоже меньше. Я считаю, это однозначный плюс. Часы большие, да, реально, они как бы такие огромные, котлы, можно сказать. Но на удивление, на руке 17 сантиметров, возможно, из-за вот этого классного, удобного, красивого, каучукового ремешка, они смотрятся не так громоздко, как могли бы смотреться, учитывая их размеры. Давайте по размерам пройдемся. Скажем так, вот этот внутренний диаметр сапфирового стекла 30,5 мм. Если мы берем полностью стеклошко, то это уже 40 мм, заводной головкой 49,6 мм, высота составляет 52 мм и толщина 15,9 мм. Вот у меня рука небольшая, пишите в комментариях, что вы думаете, хорошо часа сидят или нет. Вес, кстати, составляет 133 грамма. Циферблат синего цвета, красивый такой синий глубокий цвет, также есть черный циферблат с синими нотками оформления. Здесь надписи все рисованы, то есть это краска. Метки накладные, стрелочки вы можете видеть такие крашеные, белую, можно сказать, краску, это не сталь. И здесь на стрелках и на метках есть люминофор, светит красиво, мне понравилось, что вы об этом думаете. Лично мне очень понравилось. Окошко даты на 4 часах на черном фоне и дополнительные циферблаты. Основной циферблат в районе 2-3 часов показывает нам день недели, будильник включен-выключен, подсоединение к телефону и уровень зарядки. Проверяется это очень просто, нажимаем на правую нижнюю кнопку и смотрим на маленькую стрелочку. От телефона мы отключены, будильник отключен, заряд почти полностью, еще раз и возвращаемся к дню недели. В районе 9-10 часов это суточник и в районе 6 часов это у нас функции, хронограф, будильник и собственно время и локальное время тоже можно настроить. По сути его можно использовать как 2-й часовой пояс, 2-е время заранее настроенное. Друзья, на этом будем заканчивать. Еще раз повторюсь, что детальный обзор механизма я делать не буду, мы уже обзор делали, повторяться смысла нет. Да и ваше время тратить тоже. Лишь подчеркну, что механизм W770, солнечное питание, блютуз, связь с телефоном, уведомления о звонках, смсках, режим найдемый телефон, режим уведомления о почте, сообщениях из соцсетей, вайберов и тому подобных, мессенджеров, ватсапов, скайпов и так далее. И самое главное, что нужно знать об этих часах, их не нужно заряжать. По-моему это несомненный плюс, программка, которая ставится на телефон, в ней можно отслеживать как заряжаются часы, как принимает свет солнечный, свет искусственный и в каком состоянии находится батарейка. Все это можно делать, все это круто и Citizen, спасибо вам огромное. Друзья, а вам спасибо за то, что досмотрели до конца, всем отличного настроения и помните главное, носите хорошие часы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok